Газификация в Запорожской области. В ряде сел и поселков нашего региона до сих пор нет газа. И это несмотря на то, что некоторые жители этих мест уже заплатили немалые деньги за обещанное голубое топливо. Подробнее об этом далее в сюжете. Ахримовка – село, расположенное в направлении Кирилловки. Жителям этих мест еще 8 лет назад обещали газопровод. Компания-подрядчик собирала деньги с домохозяйств, обустраивала подводы к домам газовых труб. Я отдал 30 тысяч. Они сказали, газ будет. Мы котел поставили и многие-много. А некоторые есть такие заслуженные люди. У нас династия врачей была, сатяны, уже поумирали. Вы понимаете, как обидно люди в то время их обманули. Как обидно тем людям, которые не попробовали, что такое даже газ. Газа нет. Людей сделали, но нету газа. Уже несколько лет. Ну как же так. Ну не подвели газ. Вот в шельгах есть, а у нас нет. До шельгов дотянули газ, а тут только попроводили в домах. А фактически газа нет. Богдановке повезло, у них газ есть. Глава сельсовета вспоминает, голубое топливо подводила компания «Газфаеринвест». Работали, не дожидаясь тендера. Районная власть просто привезла нужного подрядчика в село. То есть, получается, подрядчик появился до тендера. И я правильно понимаю, да? Ну, вроде бы так. Их привезли районная администрация. Говорит, он опыт имеет уже работы. Давайте он вам расскажет, а уже кто там победит, уже. А работы они тоже начали до тендера? Ну, не совсем все начали, но кое-что делалось. Газ в этом приазовском районе проводит компания «Газфаеринвест». «Газфаеринвест». Эта фирма стала широко известна в 2010-2012 годах, когда за короткий промежуток времени получила огромное количество подрядов, почти на 200 миллионов гривен. И все они были в этом округе. Тогда это был округ Артема Пшенки. Потому и компанию в свое время прозвали газификаторами Пшенки. Тянется за «Газфаеринвест» и множество недостроев. Самый крупный проект – газопровод «Акимовка-Кирилловка». Прошло почти семь лет, проект так и не завершен. Газа по-прежнему нет в курортной Кирилловке и ближайших селах. А как проводились тогда тендеры, рассказали головы поселковых и сельских советов. Мы были заказчиками этого проекта, и мы же проводили тендер. Тендер выиграла компания «Газфаеринвест». И они на сегодняшний день, скажу больше, то есть газопровод, в то время, когда мы его проводили, по-моему, 50 миллионов стоимость газопровода была до Акимовки, до Кирилловки. На сегодняшний день, я понимаю так, они сделали больше половины. Были такие времена, да, что действительно «Газфаер» заходил, сразу строил, а потом только проводились тендера и все остальное. Да, было и такое. Ну, такое было, ничего скрывать не будем. По переднике рулили хитро. Поселковый голова Кирилловки рассказывает, договоры на газификацию были прописаны таким образом, что крайними в цепочке государственного финансирования оставались сельсоветы. «Это был, наверное, 2011 или 2012 год. Нас немножечко, наверное, силой заставили заключить эти контракты. Контракты были, конечно… И сегодня я знаю, что многие сельские советы, которые являются также заказчиками данных газопроводов, они сегодня немножечко кусают локти. Не дай бог, чтобы мы это делали, но мы, наверное, этого делать все-таки не будем, поскольку те контракты, которые были предложены тогда, они были такие, как бы, диктаторские немножко». Так, если финансирование из бюджета прекращалось, деньги за проделанные работы должна отдать громада. Так вышло в селе Гирсовка, когда «Газфаеринвест» взыскала с сельского совета более 10 миллионов гривен, причем половина из них – инфляционные издержки, пеня и штрафы, сообщает издание «Наши гроши Запорижья». Сегодня снова говорят о газификации Приазовского и Акимовского районов. Несмотря на недострой и сомнительный шлиф предыдущих проектов, судебные тяжбы, «Газфаеринвест» продолжает претендовать на кусок бюджетного и общинного пирога при прокладке газопроводов к домам рядовых жителей этих районов. Общий уровень газификации Запорожской области, по данным «Запорожгазы», составляет чуть более 40%. Таким образом, сотни населенных пунктов продолжают жить без голубого топлива. Совсем не газифицированными остаются 4 района – Великобелозерский, Куйбышевский, Розовский и Черниговский. А уровень газификации нашей области ниже в сравнении с другими областями Украины.